Так, ну что, дорогие друзья, доброе утро. Продолжаем постигать божественную мудрость, божественную мудрость от Бога через царя Шломо. 25 глава у нас сегодня. Так, кто в эфире у нас? Яков Шатадин присоединился, Лиля Берман. Всем доброе утро. Доброе утро. У нас много людей смотрят в Инстаграме. Уже два человека, три человека. Начинали, вообще никого не было. Все в этом мире относительно. Все очень относительно в этом мире. Сейчас мы как раз находимся в месяце Адар. И в месяц Адар нужно увеличивать радости. Так как увеличивать радости в месяц Адар? Именно соотносить сегодняшнюю жизнь с тем, как было раньше или как могло бы быть. И только вот в этом соотношении ты можешь радоваться. Потому что если ты загоняешь планку, ты говоришь, да, типа, вот я несчастный человек, кофе холодный, так сделал сегодня. Что за жизнь вообще, что за жизнь вообще пошла, да? Кофе холодный, значит, зима холодно вообще. Да, вообще, а разве это зима? Снега-то нету. Это ужас же, что снега нету. Как можно вообще, что за зиму пошли, да? Кофе холодный, зима никакая вообще. И так далее. И вот ты себя загоняешь сравнением того, что есть с тем, что могло бы быть в яму. Или наоборот, ты говоришь, вау, вообще, какой кофе вкусный, какое счастье. Да, там лет 200 назад за кофе надо было там вообще золотом заплатить. Вообще не было кофе. Как кофе было 200 лет назад с дедом? А кофе вообще, песня. Зима без снега, не подскользнешься. Вообще классно, да, что она без снега. Вообще все идеально. То есть для того, чтобы увеличивать в Адаре в радости, нужно сравнивать то, что есть, с худшими вариантами, а не с лучшими. И тогда ты радуешься, понятно, да? Все. Теперь, значит, увеличиваем в радости. Как есть известная история, как врач один осматривал больного пациента. Осматривает, говорит, хорошо. Ох, как хорошо вообще. Говорит, хух. Вообще просто, вообще великолепно. Такой радостный. Больной говорит, доктор, а чего такой радостный? Что хорошо? Доктор говорит, хорошо, что у меня этого нет. Вообще так хорошо, что я этим не болен. Да, бывает вот так ищу себе радость. Хорошо, значит, у нас сейчас 25. Пятая глава. И мы дошли до того, что... Дошли до того, что... Значит... Это двенадцатый отрывок. Золотое такое украшение на ухо, его вешали, типа серьга. Вехали к этому. И тоже второе украшение на ухо, которое тоже вешали. Были раньше разного украшения на уши. Мухия хахам аль-озен шумаат. Увещевание мудреца на слышащее ухо. Значит, здесь мы пришли к тому, что, в принципе, когда ты коммуницируешь с людьми, то у тебя, у тебя есть всегда какая-то цель коммуникации. И целью коммуникации, ну, является... Каждый человек что-то хочет от другого человека. То есть, если он с другим коммуницирует, то у него есть какая-то скрытая цель. Или он ее осознает сам. Бывает, что человек не осознает свою цель коммуникации, а он просто, ну, вот просто воздух так перегоняет, да. Но чаще всего у людей есть какая-то цель. И искусство коммуникации – это умение в коммуникации достигнуть свою цель. Теперь, когда один человек другого увещевает, то есть критикует по-простому, да, то какая у него цель? Скорее всего, ну, чаще всего у него цель, чтобы второй справился. Но тогда чаще всего эта цель не достигается. Потому что, когда человека критикуешь, то он обижается, он оправдывается, он на тебя нападает и начинается ссора. То есть, чаще всего, я помню недавно совсем, Евгений Черняк есть такой, он, ну, бизнесмен, у него есть блог такой, big money. И он брал интервью у Аарона Майберга, хозяина Мау. Такой еврей, пожилой, соблюдающий, коин, он коин, Майберга, а не коины. У них в семье осталась традиция, даже несмотря на то, что там было два-три поколения коммунистов. Но, тем не менее, все равно вот этот еврейский ход мысли, он во многом сохраняется, мудрость. И вот, говорит Черняк ему, Евгений спрашивает его, а вот скажите, как вам в Израиле жить, там, и так далее. А он говорит, вы знаете, вы от меня ни одного слова критики на Израиль не услышите. Потому что я критикую только в тех случаях, когда моя критика принесет какую-то пользу, и она послужит исправлению. А какой мне смысл критиковать Израиль? Я, говорит, моя критика ничего хорошего не принесет, исправит, ничего не исправит. Поэтому ни одного слова критики вы от меня не услышите. Так он ему ответил, сформулировал свою позицию, которая вот именно очень важна. Критика имеет смысл только, если ты можешь исправить. Если ты не можешь этой критикой ничего исправить, то тогда зачем тебе критиковать, если ты получишь не тот результат, который ты хочешь. Ты хочешь обидеть, так ударь тогда лучше. Ну, то есть, уже если у тебя цель обидеть, так ты быстрее ее достигнешь, если ты ударишь человека или просто обзовешь его каким-то плохим словом. То есть, если цель поругаться, так критика тоже не лучший вариант. Теперь критика, вот мы видим из 12-го отрывка, она уместна только, если она будет услышана и она будет исправлять. И в этом случае, когда есть озен шумак, когда есть слышащая ухо, когда человек готов послушать критику, тогда она полезна и для того, кто слушает, и для того, кто ее говорит. Но здесь приводится пример, что как золотые украшения критика хахама, мудреца Торы, потому что он не просто будет критиковать, а он приведет какую-то великую мудрость, которой он объяснит свою позицию. И тогда получится, что ты не только исправил то, что ты хотел там исправить, но еще ты узнал эту мудрость. Теперь очень интересно здесь, что кто может критиковать, кто вообще, от какой критики есть польза. Есть польза от критики человека, который реально эксперт в том, чем он критикует и хочет тебе помочь. В этом случае эту критику, безусловно, стоит послушать, если целью человека является исправить и улучшить тебя, то есть это называется конструктивная критика, которая выстраивает. И второй очень важный критерий – это этот человек, который критикует, то должен быть мудрец Торы или мудрец в том деле, в котором он критикует, что он должен результатами доказать, что его критика стоит. Потому что в большинстве футболистов критикуют люди, которые никогда в футбол не играли. У Жванецкого есть такая юморезка, как о силе споров, где давайте критиковать то, что мы не видели и не знаем. То есть это чаще всего люди критикуют то, о чем они понятия не имеют, и поэтому эту критику лучше не слушать. Но если вам попадется мудрец, который захочет вас покритиковать, то его слова они и исправят, и плюс они еще дадут вам мудрость. Дальше, тринадцатый отрывок. Тринадцатый отрывок – это он говорит как раз о случаях, когда чаще всего приходится критиковать. Звучит так. «Катинат шелек боем катир, как охлаждение снегом в день жатвы, цирный иман лешлуха, посланец доверенный, которому можно доверять, которому могут доверять его пославшие, венефеш аданав ешив, и душу господина его он вернет». О чем идет речь, вообще непонятно, да? Теперь, значит, первая часть – это как метафора такая, да? Как снег охлаждает в день жатвы. То есть это понятно, что когда в Израиле дни жатвы, это очень жарко. Это там летом, то есть днем, когда жатва плюс 35, плюс 40. И, конечно, было бы прекрасно охладиться снегом. Но, в принципе, это малореально, потому что где-то возьмешь снег. Есть на горе Хермон, может быть, на севере, но как бы донести с Хермона до… очень тяжело. Значит, здесь речь идет о том, что это прекрасно, но это чудо такое, да? Снег в день жатвы. Так вот, вот это чудо так же было бы прекрасно, как посланец, которого ты послал, для того, кто его послал. То есть те, кто занимались делегированием, те, кто поручали кому-то что-то, знают, что в большинстве случаев, когда ты кому-то что-то поручаешь, то он или делает не так, или не делает, или тебя не понимает, или делает не то. То есть, ну, это там в 80% случаев поручение выполняется не так, как его послали. Так здесь, как бы, на вот этой вот метафоре, на таком сравнении показывается, что тот, кто выполняет это поручение, то есть если ты можешь найти человека, который реально тебя понимает, и ты можешь на него положиться, и ты можешь ему послать, ну, поручить ему что-то, и он сделает, то это так же прекрасно, как снег во время жатвы, но так же редко, как снег во время жатвы, практически никогда не случается. И душу своего господина он как бы успокаивает. Здесь Малбин объясняет, что это еще одна здесь скрытая метафора в метафоре. То есть он говорит о том, что каждый человек, он посланец Бога в этом мире. И он посланец Бога, и Бог каждому дал человеку задание, он дал ему задание выполнять заповеди. Есть повелевающие заповеди, есть запрещающие заповеди. И он как бы человеку говорит, вот тебе этот мир, пройди свой жизненный путь, выполни задание, вот тебе задание, Тора, все просто, значит, и все, и у тебя будет вечная жизнь, я бы тебе приготовил супер-мега-награду, только выполни свое посланничество, свое задание. И что? Как снег во время жатвы встречается такая ситуация, когда человек проходит жизненный путь, то есть, ну, как бы это настолько редко, и настолько это прямо встречается, ну, очень редко, чтобы было полностью выполнено задание Бога. Чаще люди или не хотят выполнять задание, или же они говорят, да, я выполню, но так как мне удобно. Когда мне удобно, и как я понимаю, то есть я Бога люблю, но типа в сердце. представьте такого, вы даете человеку задание, вы, ну, там, посылаете его, говорите ему, слушай, тебе надо пойти туда-то, туда-то, отнести то-то, то-то. Он говорит, ты знаешь, я, честно, твой посланник, зарплату возьму, видишь, я с тобой по-честному, хорошую, зарплату возьму, но не пойду никуда, ничего не отнесу, но я твой посланец, типа, я тебя люблю, мы хорошие, главное, дай зарплату вовремя, да, это вот позиция большинства людей по отношению к Богу, выполнение заповедей именно происходит вот в такой форме. Да, это был 13-й отрывок 25-й главы. И, значит, 14-й отрывок. 14-й отрывок такой. Несим в руах гешим айн, иш, мит алель, бематат шокер. Значит, Несим в руах гешим айн. Несим в руах гешим айн. Значит, переводится так. Облака вот эти вот, да, несутся такие сильные облака, дождевые тучи такие, и тут налетает ветер, и их рассеивает, и нету дождя. Также человек, который похваляется, прославляется подарком лживым. Что имеется в виду? Значит, бывает, что нету дождя. Нету дождя, это гешим, это как переводится, гешим, это дождь. И гешим, это основа, гашмю, это материальность. То есть материальность, это то, что идет человеку с неба. Кто-то богатый, кто-то небогатый, кому-то прет, кому-то не прет, но мы все как-то живем в материальном мире. И вот когда нету, бывает, что нету, нету денег, я жил когда-то долгое время, у меня не было денег вообще. То есть какое-то там время, ну там, три-четыре года, например, да, когда я вот учился в Яшиве, все. Но вокруг живут такие же люди. Вот у нас мы жили в подъезде, там все жили такие, ни у кого не было денег. И, значит, как-то все это было нормально. Все это было нормально. Теперь, значит, но когда нету дождя и ни у кого нету засуха, понятно. Но когда тучи начали уже, прямо уже вот-вот пойдет дождь. Знаете, бывает, человек работал, работал, старался, старался, и уже у него, у него вот этот вот, уже деньги, они над ним висят, 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 висят. А потом, бах, в последний момент, подул ветер и нету. Это обидно. Это реально обидно. И это намного более обидно, чем когда этого не было, этих туч. То есть, когда их нету, нету, то есть ты понимаешь, нету. Но когда оно, вот оно уже рядом, и ты на это надеешься, а потом оно уходит, это намного обиднее. И также тот, кто обещает дать подарок и этим прославляется, а в конце не дает, это намного обиднее и хуже, чем если человек ничего не обещал. То есть, есть ситуация, когда человек что-то обещает, обещает, и ты это ждешь, а потом он не дает, это похоже на тучи, когда не уже должен был быть дождь, а его нету. Вот так вот он объясняет невыполненные ожидания. Да? Теперь, что с этим делать? Вот вопрос. С этим что делать? Объяснил папа царя Соломона, царь Давид. Он объяснил нам это до этого в псалмах. Если сопоставить вот эти две мудрости, то тогда появляется позиция в мире. Позиция такая. Царь Давид говорил, Не полагайтесь на благодетелей. На человека, что нет от него спасения. От человека нет спасения. Спасение только от Бога. Это я уже объясняю. Выйдет дух его, вернется он в землю. В этот день потеряются все, кто на него полагались. Буквально несколько дней назад умер в Израиле один человек, который был в... Его звали, что это был урок Лейлу Нишмато, чтобы для поднятия его души, что он был очень хороший человек, очень много помогал людям. У него был фонд огромный. Звали его Якутиэль, по-моему... Сейчас я скажу, как его звали. Якутиэль. Сейчас. Я скажу, как его звали. Секундочку. Так. Вот не помню сейчас, как его звали. Сейчас я напишу, мы как раз мне ответят, сделаем урок Лейлу Нишмато, потому что он очень много помогал. У него был фонд. Сейчас я тебе напишу, как раз... Поехал Раб Пинхас в Ишенске, на его... На его поехал Шива. То есть, когда человек умирает, когда человек умирает, то... Значит, сейчас делаем... Мы делаем урок, урок Торы, Торы, для поднятия души, поднятия души Равина. Сейчас Равина. И вот его Якути... Вот я забыл, как Якутиэль. Да. И я забыл, как правильно его зовут. Забыл. Правильно. И его имя. Да. Да. Как... Как... Написаю. Да. Сейчас он мне ответит, я думаю. Вот сейчас он мне ответит, я думаю, и мы до конца урока узнаем. Сейчас я вам расскажу, как бы, суть события. Значит, суть события такова, что был очень такой человек, который всю жизнь помогал другим. Он организовал фонд, который в Америке. И он собирал деньги. Он не только работал с евреями, он... Кэрони Егидуд назывался его этот фонд. То есть почти все он выступал с огромными рекламными такими компаниями. И у него была очень интересная такая... Интересная... Вот. И Ехель Экштейн мне написали, да? И Ехель Экштейн. Чтобы это была сейчас Лейлуни Шама. Вот. Все. Мне написали, как его звали. Ехель Экштейн. И он собирал деньги, и эти деньги перераспределял на программы, значит, Ехель Экштейн. Вот. И он перераспределял их на программы, и он помогал, например, там общине, каждый месяц, в Донецкой общине. Он эвакуировал людей, там, и так далее. То есть очень был добрый, хороший человек. И интересно, что он умер, как он умер. Он приехал в... Приехал он на свадьбу своего близкого друга, дочери, с женой. И вот он... И у него в этот же день была годовщина его свадьбы. И приготовили ему... Ему приготовили, значит, ему с женой приготовили торт, там, хотели их тоже поздравить. Вот. Это его лучший... Ну, там, одного из близких друзей, дочка, выходит замуж. Их хотели поздравить. Все красиво. Он идет на свадьбу, падает и умирает. Сердце останавливается, и все. 67 лет. Теперь есть очень много организаций, которые от этого фонда получали основные или часть средств для своего существования и развития. Теперь получается, что... Как сказал царь Давид? Он сказал, не полагайтесь на людей, на человека, что нет от него спасения. Тецерухо, выйдет дух его. Яшуле Адмато, вернется он в землю. В этот день Авдует, колештанатап. В этот день потеряются все, кто на него полагались. Но те, которые полагались... Вот Траф Пинкас, он говорит, что Бог, это нам Бог давал деньги. И у Бога много посланцев. Много посланцев в мире, которые выполняют шлихут посланничества от Бога. То есть, когда ты не полагаешься на человека, а ты все время говоришь, все от Бога. Я делаю свое, а как будет, так будет. Тогда у тебя нет разочарования. Тогда нет такого тучи собрались, тучи ушли, дождь будет, дождь не будет. Ты все время живешь в одном формате. Есть я, есть Бог, все с неба, кроме моего трепета перед небесами. Только мои взаимоотношения с Богом, это мой выбор. И дальше, дальше я делаю какие-то действия, но действия любого человека, вот, что бы человек ни делал, как бы он не выполнял правильные действия, в любой схеме ты взаимодействуешь с десятками других людей. И даже если ты все делаешь правильно, то, как бы, твой вектор, твое усилие, это только одно из там, ста факторов, влияющих на любую ситуацию. Поэтому, полагаться на себя и на свои силы, это по меньшей мере глупо, то есть, это математически неправильно. То есть, ты должен делать, безусловно, то есть, ты должен делать правильные действия. Но результат от тебя зависит, особенно, если речь идет о взаимоотношениях с людьми на одну соту, если участвует 100 человек в комбинации. Помните, мы учили уже, что есть царь, есть советники царя, и сам царь не знает, что он решит через 5 минут. Так любой человек царит, да, то есть, любой человек у себя в голове, ему сегодня хорошо, завтра плохо, завтра жена на него накричала, послезавтра она, наоборот, его там порадовала. Любой человек, его решения, они непредсказуемые. Теперь, ты делаешь свое, если, мы учили в Экклезиасте, в Каэлите, что человек, который хочет максимально сделать себе спокойную жизнь, он должен заниматься сельским хозяйством. Почему сельским хозяйством? Потому что здесь есть только ты, земля и небо, и урожай, да, то есть, ты как бы минимум взаимодействуешь с людьми, потому что люди непредсказуемые созданиями. Но в любом другом бизнесе, если ты взаимодействуешь с людьми, то, ну это полный неадекваток, как они поступят, ты не можешь предсказать. Поэтому человек, он должен что делать? Он должен, первое, выстраивать отношения с Богом и полностью выстроить ситуацию, в которой ты, ну, максимально действуешь правильно. Но ты должен все равно знать, что в какой-то момент любовь, с кем ты там, на кого-то рачил. недавно я вам расскажу историю, которая как раз вот очень это иллюстрирует. Это будет заключение на сегодня вот этого вот отрывка, что, что нельзя полагаться на людей. И даже на, 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 на дождь тоже нельзя полагаться, может, в любой момент ветер, может, его согнать. Был один парень, мой, мой достаточно близкий приятель, друг, можно даже сказать, моего много лет, я его знал, звали его Натан. Натан, фамилия его была Джун, чтобы тоже это был урок для поднятия его души, чтобы тоже его душа была в раю. И он был молодой парень, лет 35. Он был самый спортивный из всех, кого я знал. Он тренировался каждый день, по часу, по два занимался спортом. Он был семьянин, вообще идеальный семьянин, жена, трое деток, соблюдал шаббат, работал. Я его познакомил перед, познакомил с ребятами, которым он оказывал консультационные финансовые услуги. И вот они, значит, через него переводили какие-то деньги, налоги. Ну, в общем, он им организовал какую-то финансовую схему. Теперь, и он начал заниматься еще одним видом спорта, американским футболом. У него попало в ногу заражение. А он такой здоровый, крепкий парень, не пил, не курил, значит, все. И у него, значит, это заражение, он хромает, 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 врачу не пошел. И, значит, потом у него бах, шок, больницу, реанимация, но уже не смогли спасти, он умер. Теперь он сам, я уверен, что он честный человек, ну, то есть, я с ним много лет работал, и, ну, то есть, у меня не было ни одного повода сомневаться в его честности. Но у него был партнер, который, который, как раз, его партнер, он не был честный, в синагогу не ходил, был нерелигиозный, то есть, ну, хотя, даже если он бы в синагогу ходил, это не является стопроцентным доказательством честности, да, то есть, но этот партнер, он просто перекрыл и оставил все деньги себе, и эти люди потеряли огромную сумму денег. Вот так вот, то есть, ты не можешь полагаться на людей, потому что люди, каждый человек, он зависит еще от других людей, настолько это непредсказуемая схема, что в какой-то момент она может вот так вот, здоровый, крепкий парень, молодой, который вообще жить и жить, вдруг он умирает, его партнер оказывается бандитом, обманщиком и перекрывает все, типа забирая деньги себе, и все, вот такая вот ситуация, представьте, поэтому, поэтому, что, давайте еще раз подведем итог сегодняшнего работы. Первое, мы здесь выучили 13 отрывок, что как снег в жатву, так редко встречается человек, на которого ты можешь доверять ему, да, то есть, не полагайтесь на людей, нам говорит и царь Соломон, и царь Давид. Дальше, дальше, значит, что, если ты на что-то рассчитываешь, то тебе терять намного больнее, чем если ты на это не рассчитывал, поэтому, если ты изначально понимаешь, что все от Бога, и ты изначально понимаешь, что все это может в один момент исчезнуть, то тогда у тебя меньше груза, то есть, ты как бы не грузишься по жизни. Ну и третье, что из этого можно сегодняшнего урока понять, что, что, если у тебя есть ха-ха мудрец, который тебя увещевает, который тебя конструктивно критикует, и который уже в жизни прошел очень, такой, у него есть опыт, то это, конечно, большого счастья. Вот какие три урока я для себя лично вынес из этой главы. Значит, и вам советую тоже взять для себя три вывода, повторить. Ну, во всяком случае, вот что мы сейчас сделали, мы выполнили огромную заповедь, то есть, мы выполнили свой долг, как посланцы Бога. Бог человека, когда создавал, прям откройте Тору в начале, первая глава Брэйшит, и посмотрите, Бог человеку, когда его создавал, он ему дал задание, и мы эти задания выполняем. Хотя бы мы пытаемся понять, что Бог от нас хочет, и это уже само по себе, это намерение понять, что Бог от нас хочет, и желание выполнить вот это вот задание, оно очень много значит. Хорошо. Значит, все, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем сегодняшний урок. Пожалуйста, напишите, напишите, пожалуйста, свои, свои выводы, да? Еще раз этот урок лейлуй, нишама, ехель, экштейн, раввин, ехель, экштейн, вот, ехель, цви, бен, арав, шимон, ария, лейб, вот так его зовут полностью, ехель, цви, бен, арав, шимон, ария, лейб, чтобы ему было, этот урок, лейлуй, не шаман, что он очень много помогал, и с Божьей помощью он сейчас туда пришел, и прямо там его все встречают, его Бог, ангелы, все его встречают, и значит, он умер в одну, то есть, вот так у него сердце остановилось, не болел, не мучился, 67 лет, оделся, идти на свадьбу, годовщина свадьбы, и ушел. Конечно, тяжело жене, тяжело детям, тяжело всем, кто его любил, и кто остался, да, то есть, это всем тяжело, но, как бы мы верующие люди верим, что ему хорошо, что он уже пришел в мир истины, и там его встречают все его заслуги, то есть, сколько он туда забрал с собой добрых дел, денег, возможностей, ну, денег имеется в виду сдока, который он, по-моему, раздавал, это, конечно, он там сейчас пришел, и там праздник, а он уже не переживает, он знает, что весь этот мир иллюзия, и что рано или поздно мы все туда придем, и он, как бы, такой радостный, счастливый, я в это верю, потому что любая другая вера, она забирает счастье в жизни, то есть, если верить во что-то другое, то тогда тяжело в месяц и адар каждый день увеличивать в радости, поэтому, так как, в принципе, мы живем в мире веры, в мире представления о мире, которые, ну, все живут, я помню, недавно меня кто-то спрашивал, а вот там теория струн, я говорю, послушай, это называется теория струн, то есть, это как бы идея о каких-то струнах, зачем мне идея о струнах, если у меня есть идея о боди, которая мне дает столько радости и возможностей, так зачем мне теория струн, чего мне искать какие-то теории, если у меня есть стора, истина, понятно, ну, то есть, все, поэтому мы радуемся, мы скорбим, как нам жалко тех, кто здесь остался, но сам человек, мы знаем, что ему там хорошо. Все, удачи, успехов, и все, до встречи завтра, пока. Субтитры создавал DimaTorzok